Второй вопрос по поводу конкуренции. Давайте мы дождемся регистрации. Конечно, временно исполняющий обязательства СМР, безусловно, соперник. Борис, соперник, я думаю, у нас будут разные точки зрения. И это нормально абсолютно. При том, что я с уважением к нему отношусь. У нас могут быть разные методы ведения избирательной кампании. Но вообще все участники будут людьми разными. И в конечном счете определять, как можно по программе, а может этот человек это сделать или нет. А это уже на уровне, то, что он в речах называет, восприятия. Мы вообще живем представлением. У нас есть представление о федеральной власти, о региональной, о мэрии. И, наверное, обо мне какое-то будет представление. Мне бы хотелось, чтобы эти представления были максимально приближены к фактам, а не так, просто, кто кому понравился. Ну, и это тоже важно, кстати говоря. Просто пока больше рано о ком-либо говорить. Коммунисты, ну, они, по-моему, набрали 20% на последних выборах, но при силу их как раз вот такой-то альтернативности. А тут еще два кандидата, значит, они какой-то свой электорат там разберут. Ну, и все калькуляции неужели преждевременно. И надо 26-го дождаться, когда списки будут закончены. И все. Александр Евгеньевич, скажите, пожалуйста, есть ли у вас охрана, не боитесь ли вы повторения вчерашнего нападения на Бориса Мельцова, которое вы говорили на шатерный спирт, и вообще про локации этих выборок? Спасибо. Ну, простите, да, локации все равно не будут. Будут, это такая, я в нем сейчас выбрал. На шатерный спирт давно не пробовал. Ну, я что-то сострил сегодня, серебряную дожду его. Помните, я говорю, Остап отвечал там что-то в Нековском. Знаете, говорит, я тоже был когда-то мистиком-одиночкой, у меня, может, было выживать простым финским ножом. Так что... Ну, в силу просто моих обстоятельств, там, с игорной, там, мафией, да, я пользуюсь иногда. Наверное, меня и строительная, индустрия не очень любит московская. Да и вообще много чего там в жизни было интересного. Ну, знаете, никакая вас охрана там не спасет, если уж кто-то так серьезно на эту тему. Так что к этому относиться надо, как философ. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Мы все проведены на компании «Парантена» для газетных слухи. Скажите, когда вы последний раз обретали в Сочи и как вы оцениваете отношения Существенного Союза, если вообще есть такое оценка на священном? Нет, ну я все-таки отдыхал, когда-то там, наверное, лет до 12-13, это было давно с родителями, Джуба, Лазарев, Пикторопсе. А так, в последние мои поездки, либо я у кого-то друзей останавливался, либо в гостиницах. Ну, как вам сказать, я все-таки, ну, наверное, облазил в мире все, что есть. От, естественно, младежских островов в Монголии, до там Бацваны, Былопадовских островов, ЮАР, Намибии, Азица, Сива, тот читает мой живой журнал. Конечно, есть там экологические проблемы, есть сервисы, но он растет. Вот я сегодня останусь угостить. Знаете, это было довольно приятно. По сравнению с моими путешествиями по нашим городам, где-то там, по Сибири, ничего, ничего, город чистый, ухоженный. А оно все-таки очень много зависит от самого климата, от природы, от людей. Но есть над чем работать. Никогда не надо расслабляться. Тем более, что туристический бизнес, он потрясающий, как говорится. Потрясающе. Я вот настолько был поражен в Бацване, каким образом можно в Дель-Диакаванга просто куда только можно долететь на самолете винтовом два часа, как можно эко-гостиницы строить, где по требованиям они должны через три года сорвать и нет никаких следов. Понятно, что это все деревянно, но все системы автономны. Как они это делают в Африке, где и канализация, и вода, и души, все есть прямо в бушах, а вокруг львы и слоны. Поэтому, конечно, у нас впереди еще, но мы все-таки пока немного отсталые. Надо это честно признавать. Я, думаю, в признании там заболевания, ничего такого не вижу, если оно нормально и легчится. Плохо, когда мы занимаемся плацепо. Конечно, мы примитивная экономика, но это же правда. Ну, посмотрите, что нас окружает. Вы что-нибудь здесь видите из того, что у нас произведено? Это отделочные материалы, одежда, столы, все, что тут лежит на столе, любая техника. Нет? Ну, так получилось. Что теперь делать? Давайте гордиться за ручей сырья. Но ведь это не требует больших индивидуальных усилий. У меня есть какая-то опытная компания, которая что-то там бурит, разведывает, променяет новые технологии. Ну, скажем, конечно. Причем я не где-то там в глубине Сибири, а где-то Самара, Оренбург. Настолько все примитивно, тупо и просто. Значит, на ржавых бензорозах, на ржавые трубы, и куда-то туда. Ну, теперь в Китае еще будем. Ну и что? Ну, неправильно. Это абсолютно. Нам надо... Конечно, модернизация нам везде нужна, и структурные реформы. В том числе, наверное, и в туристической индустрии. То есть очень, если так серьезно на это взглянуть. Я просто не очень готов. Я хорошо ее понимаю, но здесь мне нужно там разобраться. Ну, не так все сложно. У меня все-таки там колозальный опыт. Я поддерживаю 60 предприятий малого бизнеса сам лично по всей стране. Вот маленький гражданец здесь, там, в Лугагарской области, то там, родновых точек, где-нибудь в Берске, под Новосибирском. Я просто очень любопытен. У меня есть несколько ресторанов. В том числе и в Москве, и в Лондоне, и в Питере. Но я помогаю кому-то. То есть мне очень интересно кому-то помочь. И это хороший баромик в состоянии экономики. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.